В эфире информационный блок Доброе утро, Таллин. У нас сегодня в гостях российская певица, актриса, автор собственных песен Наталья Власова, которая в феврале выступит в Таллине с большим сольным концертом. Доброе утро. Доброе утро. Почему вы так загодя готовитесь к выступлению? Ведь концерт только в феврале, уже сейчас вы в Таллине. Что вас связывает с Таллином? Ну, во-первых, я не могла не заглянуть к вам в гости, вот, конечно, поэтому приехала. И в другие эфиры и передачи хотелось заглянуть, рассказать о большом и значимом для меня событии, о этом самом концерте, который пройдет 3 февраля в Русском культурном центре. Очень много лет собиралась с концертом приехать к вам в город. Очень люблю Таллин, и очень большая часть моего детства прошла здесь в Таллине и в его пригороде. То есть я очень-очень хорошо знакома с городом, но по стечению обстоятельств так получилось, что никогда и в нем не выступала. Поэтому это очень важное для меня событие. Вот приехала напитаться энергетикой, погулять, побродить и как раз заглянуть в некоторые передачи и рассказать о том, что предстоит, собственно говоря, это мероприятие. В свое время у вас была совместная работа с Григорием Хлебсом. Не так давно, да. Года два назад, да, по-моему. Насколько сложно на российской эстраде получить возможность совместной работы с топовыми артистами? Это исключительно творческий союз. Понравилась песня, спели вместе. Ваш творческий союз может иметь какое-то продолжение? Ну, посмотрим. Пути Господни неисповедимы. Я, честно говоря, если бы даже года три назад мне сказали, что появится такой дуэт, я бы очень была удивлена. Все как-то... Вообще в моей жизни очень много неожиданностей таких происходит, и за это я очень люблю нашу профессию, потому что, вот я говорю, что, например, если взять даже отрезок последних пяти лет, все, что мне подарила жизнь и профессия, это, конечно, вообще уникально. Я имею в виду, вот я ГИТИС закончила, если, может быть, вы знаете, да. У меня совместная концертная программа с Валентином Осичем Гафтом. Ну, в общем, как-то все очень-очень интересно складывается, и поэтому благодарю судьбу за это. Если же возвращаться к Григорию Лепсу, то как вам работалось с ним? Я могу сказать, что это уникальный, блистательный музыкант, помимо того, что он певец и просто гениальный исполнитель, он очень-очень серьезный и настоящий музыкант. И ту песню, которую мы с ним исполнили вместе, «Бай-бай», он продюсировал, и аранжировку создавали его музыканты на его студии. Поэтому это, конечно, очень яркая работа, и я счастлива, что она есть в моей жизни. В своем новом клипе «Розовая нежность» вы сели за штурвал самолета. Правда ли, что вы даже задумывались о том, чтобы сменить профессию? Ну, это, конечно же, шутка. Но была такая идея походить на курсы и по-настоящему ощутить себя в движении. Потому что, конечно, когда мы снимались, это все снималось на земле, и наши полеты в небе только иллюзия. Но мы подружились с реальными пилотами, и меня пригласили взять уроки полетов. Или как это? Ну, вы меня поняли. И, собственно говоря, чем я и планирую заняться. Никогда не задумывались о том, чтобы снять один из клипов в Таллине? Многие артисты любят здесь бывать и снимать. Если честно, очень задумывалась. Да, мне очень нравится режиссер ваш. Честно говоря, боюсь перепутать имя, но фамилия у него Маасик. Вот хотелось с ним что-то сделать. То есть очень возможно, что это скоро, может быть, как-то и сложится. Что-то вы приготовили или готовите для таллиннских зрителей особенное в вашей сольной программе, поскольку у вас теплые чувства к истории. Да, да, да. Но, друзья, это будет совершенно необычный концерт для меня и для вас, я думаю, тоже. Это будет совершенно особенная программа, которая не будет повторяться ни в каких других городах. Это будут эксклюзивные номера, которые мы уже начали репетировать, и делаем, которые будут подготовлены именно для зрителей, которые придут 3 февраля в Русский культурный центр. Очень жду, со мной будут мои музыканты «Седьмого чувства», и мы будем дарить всем свою любовь, теплое вдохновение. Приходите, мы это друг другу всем подарим. До скорой встречи. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях была российская певица, актриса и автор собственных песен Наталья Власова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова